Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона в студии Рина Шмыгова. Доброе утро и коротко о главном. Долгожданная новосерия. Сейчас не топить, воду не таскать, а это вот принеси, стирай, вынеси, золу выгреби, трубу закрой, подложи. 14 индийских семей покидают аварийные дома, впереди новая жизнь в новых квартирах. Кабинет номер один. Здесь организован прием для пациентов с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Код отдельный с уличной стороны. Как сегодня справляются ульяновские поликлиники с потоками пациентов? Что сделано для того, чтобы минимизировать контакты людей? И что советуют в медицинской палате региона? Ответы в репортаже Дмитрия Емельянова. Жили спокойно, но вдруг появилась техника. Их интересует больше всего. Это лес. Здоровый лес, бревна для изготовления пивоматериалов. Кто позарился на деревья в СНТ «Елочка» выяснял Павел Игнатьев. Переезд – дело хлопотное и не всегда приятное. Но это точно не тот случай. В Индии собственники аварийного жилья начали получать заветные комплекты ключей от новых квартир. К переселению готовится 14 семей. Гостем первого новоселья стал губернатор области. В настоящее время квартиры переданы в собственность муниципального образования. Ведется работа по оформлению договоров социального найма. Губернаторам было принято решение создать региональную программу по переселению жителей из аварийного жилья. Вот еще 7 квартир в этом доме будут переселены именно по губернаторской программе. Оставшиеся 4 квартиры будут выделены детям-сиротам. Всего в Индинском районе необходимо переселить 396 человек. До конца текущего года новоселье отпразднуют еще 40 семей. Борьба с распространением коронавируса одна из основных тем традиционного штаба по развитию региона. Не обошел Сергей Морозов стороной и скандал, который разгорелся вокруг министра сельского хозяйства региона. Разбираться будет управление по антикоррупционной политике. Подробности в репортаже Артема Петрова. Полупустой зал заседания областного правительства во время больших совещаний это новая реальность. Благодаря современным технологиям главы районов и профильные министры могут участвовать в штабе по развитию региона со своих рабочих мест. Пандемия внесла коррективы в работу всех структур. Именно борьба с распространением коронавируса обозначена главой региона ключевой задачей. Поддержать волонтерское движение, поддержать медицинское сообщество, поддержать сообщество социальных работников, и поддержать жителей нашего региона, и поддержать бизнес нашего региона. То, чем мы с вами занимались. На борьбу с ковидом уже заложены немалые средства. Дополнительные финансы направят за счет сэкономленных на чиновниках ресурсах. 57,3 миллиона рублей мы имеем возможность перераспределить и направить на мероприятие по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территорию Леновской области. Обращения граждан уже полгода стекаются в Центр управления регионом. По статистике, которую приводит ЦУР, за последнюю неделю жалоб на работу системы здравоохранения стало заметно меньше. Ситуация по здравоохранению, можно сказать, что стабилизируется, потому что, ну вот, то, что касается социальных сетей здравоохранения сейчас на втором месте, после социальной защиты населения, по отдельным лечебным учреждениям перестали поступать жалобы граждан на нарушение масочного режима, на неразделение потоков. То есть мы видим, что есть позитивные сдвиги в этом плане. Также во время штаба по развитию региона Сергей Морозов заострил внимание на теме, которая последние дни активно муссируется в социальных сетях. Речь о выезде главы аграрного ведомства за пределы России. Морозов подчеркнул, сегодня власть должна быть примером соблюдения всех предписанных норм и правил, а факт самой поездки проверит управление по антикоррупционной политике. Как выехали, на основании чего выехали, оплачивали, не оплачивали, так сказать, там, и так далее, и так далее. Масса вопросов, которые должны быть незамедлительно найдены. Ответ служебная проверка должна быть незамедлительно проведена и представлена мне до конца недели. На совещании, которое задает тон все недели, губернатор также отметил, что всероссийский Сабантуй в 2021 году доверено принять Димитровграду. Однако формат праздника пока остается под вопросом. Артем Петров и Дамир Губеев. Вместе. Ульяновск. И возвращаясь к теме жалоб в сфере здравоохранения. Очереди в поликлиниках сегодня они не только вызывают у пациентов раздражение, но и подвергают их опасности заражения. Конечно, там, где скапливается много людей, появляется недовольство, и все это справедливо выливается в социальные сети с кричащими заголовками и пронзительные обращения на горячей линии. Но главное, что тревожный сигнал есть. А вот какая следует реакция со стороны медиков, как расшивают очереди в поликлинике городской больницы номер 2. Об этом репортаж Дмитрия Емельянова. Поликлиника на проспекте Нариманово обслуживает всю северную часть Ульяновска. 53 тысячи человек. Пациенты приходят на прием в одно здание. Вот здесь, на входе, есть самое узкое место. В одном коридоре собирается несколько очередей. Один хвост в лабораторию, другой флюорографический кабинет, третий стоят в регистратуру, а четвертый в окно, где закрывают бюллетень. Плюс на пороге всех останавливают, чтобы измерить температуру и обработать руки. Дальше скопление пациентов уже не такое плотное. Ожидание приема в очереди много времени не занимает. Время в очереди много тратить? Да не так, не так много. Нет, минут 15. Вот так вот. Да нет, вот только подошла. Сейчас зайду. Сколько минут примерно уходит? Да минут 5-10. С наличием врачей сейчас в поликлинике проблем нет. График у терапевтов стандартный. Прием в кабинете и обход больных на участке. И педпорог в данный момент превышен. Обращений много, поэтому специально создали колл-центр, где оформляют вызов доктора на дом. Центр создан для приема вызовов на дом. Там находятся 4 регистратора, которые осуществляют прием вызовов по телефону. Затем заявка передается участковому терапевту. И врач по участку приходит к пациенту на дом. Есть и спецприем. Здесь медики в особой группе риска. Их пациенты с температурой и чаще всего с сильным кашлем. Кабинет номер один. Здесь организован прием для пациентов с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Вход отдельный с уличной стороны. Но все же как быть с главным входом? Как здесь избежать скопления людей и развести потоки пациентов? На помощь пришли опытные коллеги из медицинской палаты региона. Мы сейчас с главным врачом из старшей медсестрой прошли кабинеты. Прошли, посмотрели площади. И решили, что выдача результатов флюорографического обследования будет на третьем этаже в кабинете на следующий день до 18 часов с 8. Кабинет выписки больничных листов будет перемещен в другое место, где есть вестибюль, где есть холл. И там не бывает такого скопления людей. То есть входную группу мы решили разгрузить буквально сегодня-завтра. В ответ на свои старания медики призывают ульяновцев быть аккуратными, обязательно пользоваться масками и перчатками, одеваться по погоде, когда приходится выходить на улицу. Дмитрий Емельянов, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Врачи областной детской клинической больницы спасли жизнь ребенку, который отравился химическим веществом. На прошлой неделе малышу потребовалась срочная помощь врачей. У ребенка был диагностирован ожог ротоглотки. Целые сутки помощь мальчику медики оказывали в реанимации. К счастью, вовремя все в полном объеме было проведено, как диагностические мероприятия, так и лечебные мероприятия, что позволило стабилизировать состояние ребенка. И на следующие сутки ребенок был переведен уже в хирургическое отделение, где по настоящий момент продолжает проходить лечение. Медики отмечают такие случаи не единичные. Детей привлекают яркие упаковки и необычный запах. Зачастую ребенок хочет попробовать это на вкус. Основной возраст детей, поступающих с химическими ожогами, от года до трех лет. Врачи призывают родителей быть бдительнее и более тщательно прятать средства, которые могут быть потенциально опасными. А вот в Ульяновской областной наркологической больнице теперь смогут безошибочно определять наличие в организме пациента любых видов наркотических веществ. Сразу два новых хроматографа было закуплено в медицинское учреждение. Современные аппараты позволят с более высокой точностью обрабатывать анализы. Высокая чувствительность хроматографов способна не только определять вид психоактивного вещества, но и выделять временной промежуток, когда пациент его принял. Новое оборудование более чувствительное и позволит нам определять более низкие концентрации различных наркотических и психоактивных веществ по сравнению с прошлыми. Процесс исследования биоматериала автоматизирован. Первым делом проводится пробоподготовка биологических объектов, которые позже загружаются в хроматограф. Само исследование занимает около трех часов. В Ульяновске продолжаются профилактические рейды. Накануне антиковидные патрули работали в Ленинском районе. В зоне особого внимания объекты торговли, общественного питания и сферы услуг. Там проверяется наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социальной дистанции, ведение журналов учета. В Ленинской администрации отмечают положительный эффект от проводимых рейдов. Количество нарушений заметно сократилось. Уже 90%, даже, наверное, 99% лиц, осуществляющих торговлю, все-таки находятся в масках-перчатках. По максимуму соблюдают требования Роспотребнадзора, касающиеся дезинфицирующих средств, наличие коврика, пропитанного детсредством и всего остального. Проверки продолжаются во всех районах города. Нарушители требований Роспотребнадзора ждут серьезные санкции. СНТ «Елочка» осталась без елочек. Закрыв дачный сезон, садоводы отдыхают дома, а в это время на территории близых участков разворачивается детективная история. Средь белой дня вырубают лес. В городской администрации разводят руками. Все законно. Разрешение выдал их специалист. На каком основании, знает Павел Игнатьев. В Сосновый Бор на городской окраине для многих место казалось идеальным. Здесь была весна, солнце светило, птицы кипели, лесополоса. Ну, просто райский уголок. Иделия закончилась, когда на горизонте появилась спецтехника. Садоводы подумали, едут прокладывать дорогу. Оказалось, вырубать лес. Кому это выгодно – вопрос риторический. Для владельцев дачных домиков дело ясное, что дело темное. Их интересует больше всего – это лес. Здоровый лес, бревна для изготовления пивоматериалов. Вывозят в Лаишевку, полями, объездными путями. Зато у заявителя на вырубку все прошло на удивление гладко. В июле в собственность гражданки Н перепал огромный земельный надел площадью 8 гектаров. Спустя несколько месяцев фактическая хозяйка лесополосы обратилась за порубочным билетом. 350 деревьев оказались лишними. Выходит, в собственник земли может делать здесь все, что вздумает. Не совсем так. Просто заявитель-то изначально к нам обратился с наибольшим количеством на вырубку зеленых насаждений. Мы, естественно, заявителю дали только на рубку аварийных зеленых насаждений. Оценку состояния великовозрастных сосен проводила специально созванная комиссия. При этом не все приглашенные на нее явились. В окончательном акте всего три подписи от заявителя, сотрудника администрации и одного общественника. Никакой экспертизы. Приговор на глазок. У нас производилась оценка на вид. У нас лабораторных исследований никаких нет, потому что в управлении нет лаборатории никаких. Как нет теперь в лесополосе минимум 200 деревьев. По неэкспертному мнению судоводов, абсолютно здоровых. Павел Гнатьев, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Это Вести, Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. По требованию прокуратуры Меликетского района, женщина-инвалид Великой Отечественной войны обеспечена жизненно необходимой комнатной креслом-коляской с ручным приводом. Установлено, что руководство регионального отделения фонда соцстрахования более полугода игнорировало обращение сына 98-летнего инвалида Великой Отечественной войны о предоставлении ей технического средства реабилитации. Через соцобеспечение плохо с этим что получалось. Затягивали, откладывали. Поэтому пришлось обратиться в районную прокуратуру. Прокуратура Меликетского района Ульяновской области в суд направлено исковое заявление по обязанию названного государственного учреждения обеспечить пенсионерку с ограниченными возможностями комнатной креслой-коляской с ручным приводом, которое было удовлетворено. На сегодняшний день Ульяновским региональным отделением фонда социального страхования выполнено требование прокуратуры. И 98-летней женщине-инвалиду Великой Отечественной войны предоставлено необходимое ей техническое средство реабилитации. Со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября в Управлении Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе будет работать горячая линия по вопросам защиты прав предпринимателей в субъектах страны, входящих в Приволжский федеральный округ, на получение мер государственной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Прием звонков будет осуществляться по телефону 8 831 278 45 24 в ежедневном режиме с 9 утра до 16.30 по московскому времени. Засветись, стань, заметней на дороге сотрудники госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Ежегодно под колесами машины оказываются сотни пешеходов. Оживленное движение, высокие скорости и плохая видимость – главные причины смертельных аварий на трассах. Одна из таких трагедий случилась в начале октября в Николаевском районе. Молодой водитель насмерть сбил двух мужчин, кативших мотоцикл по проезжей части. Отмечается, что пешеходы были одеты в темное, без светоотражающих элементов на одежде. Водители транспортных средств будьте внимательны, соблюдайте требования дорожных знаков и ждайте скорость перед пешеходными переходами. Согласно пункту правил 4.1 ФДД РФ, пешеход в ненаселенных пунктах обязан иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. И обеспечить видимость этих предметов водителям транспортных средств. Инспекторы ГИБДД напомнили, световозвращающие жилеты должны быть не только у пешеходов, но и в салоне каждого автомобиля. Полезные инициативы волонтеров поддержат рублем. В регионе стартовал первый грантовый конкурс «Доброволец Ульяновской области-2020». По аналогии с федеральным конкурсом соискателями финансовой награды могут стать исключительно физические лица добровольцы со всего региона, не состоящие в автономных некоммерческих организациях. Мы понимаем о том, что многие ребята стесняются подавать на российские конкурсы, мы должны им дать альтернативную возможность для того, чтобы подать это на территорию региона. Тем более в этом году, когда год такой сложный, пандемия, мы понимаем, что поддержка волонтеров необходима, потому что ребята в этом году действительно стояли наряду с медиками на передовой. Заявки организаторы принимают уже с 26 октября. Тематика проектов обширная, пять направлений из разных сфер жизни. Только за неделю уже поступило 50 проектов, многие из которых существуют уже не только на бумаге. Суть проекта в том, что мы выходим в детские дома, в социально-регуляционные центры, в детские стационары, где дети находятся на длительном лечении. Для них проводим конкурсные игровые программы, развлекательные, мастер-классы. Возможность участвовать в этом конкурсе нам позволит переформатировать немного сам проект. За счет грантовых средств приобрести костюмы, заменить костюмы, ростовые куклы и какую-то атрибутику для аниматорской деятельности. Прием заявок продлится до 8 ноября. Уже после жюри при помощи народного голосования определяют три самых значимых проекта по каждому из пяти направлений. Призеров ждут денежные поощрения на развитие своей инициативы. Отдельный приз – почетная статуэтка лучшему добровольцу области. Итоги подведут символично 5 декабря в Национальный день волонтера. «Я – музейный волонтер» – под таким названием открылась выставка в музее Ивана Гончарова. На фотографиях – моменты добровольческой деятельности волонтеров. Они помогали разобрать книжный фонд, описать материал для изучения перьевого покрова птиц, нарядить манекены к выставке «Этнографический калейдоскоп». Музейные волонтеры – это помощники в первую очередь. И мы поняли, что мы их любим, уважаем и ждем в нашем музее. Сейчас у нас их около ста по области Ульяновской. Надеемся, что это количество будет расти. Для этого в ближайший год будет создан центр «Музейный волонтер» при Ульяновском областном краеведческом музее, который будет как раз заниматься подготовкой музейных волонтеров, а также еще подготовкой музейных сотрудников музеев Ульяновской области для работы с этим направлением. Сегодня, 3 ноября, музейные волонтеры будут участвовать во всероссийской акции «Ночь искусств», а 5 и 6 в Ульяновске пройдут воркшопы, где ребят научат готовить грантовые проекты. Кстати, музейные волонтеры появились в области тоже благодаря гранту, полученному краеведческим музеем от Российского фонда культуры. Фотовыставка скоро переедет в педагогический университет, потому как большая часть музейных волонтеров как раз студенты этого вуза. А вот о современной жизни староверов ульяновцам расскажут фотоснимки. Выставка «Наследники древле православия» – это результат совместной работы Музея «Симбирская фотография» и Старообрядческой поморской общины древлеправославной Поморской церкви Ульяновска. Экспозицию посвятили 400-летию со дня рождения выдающегося писателя 17 века протопопа и идеолога Старообрядчества Аввакума Петрова. В двух залах музея с жизнью симбирских старообрядцев посетителей знакомят более 80 фотографий. На одних запечатлены симбирские староверы начала 19 века, на других – их современное поколение. Каждый снимок повествует о жизни мирской и духовной. Рассказ о бульяновских поморцах дополняют предметы духовной культуры, старинная церковная утварь и книги рукописные. Ведь печатать книги старообрядцам было запрещено. На выставке представлены в принципе уникальные предметы, и они удачно дополняют как раз фото-выставку. Это иконы конца 18 века, которые когда-то принадлежали женскому монастырю, который был основан на территории нашей Ульяновской области, находился в поселке Садовом Барышевского района. Как раз иконы, расшитые ризами, вышивкой из бисера и жемчуга речного, что также характерно именно для старообрядчества, для нашего Поволжья. Все экспонаты предоставил музей у наставник поморской общины Павел Аринин из архива Древнеправославной церкви Ульяновска. Выставка будет работать до 7 декабря 2020 года. Раскрасить серость бетонных плит в Ульяновской области проведут фестиваль стрит-арта. По предложению главы региона, праздник необычного для нашего региона искусства следует провести в ближайшие два года. А итоги фестиваля станут подарком к юбилею Ульяновской области в 2022 году. Полотнами для уличных художников станут новостройки. Например, как отметила Сергей Морозов, в Новом городе сейчас много скучных фасадов, которые можно было бы оживить граффити. Одна из предложенных версий для украшения домов – тематические картины из истории Симбирской губернии и Ульяновской области. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Следующий выпуск программы «Весть Ульяновск» смотрите в 14.30 по местному времени. До встречи. Увидимся. Хорошего дня. Ну а как это сейчас? Много информации, знаний мало. «Весть и недели». Знай больше. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти. Ветер восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 5 до 10 градусов тепла. В Ульяновске плюс 6, плюс 8. Атмосферное давление будет расти. Атмосферное давление будет расти.